Речь сегодня пойдет о таком всем знакомом и известном растении, как крапива. Крапива – род цветковых растений, семейство крапивные. Стебли и листья покрыты жгучими волосками. Род включает в себя около 40 видов. Всего в нашей стране произрастает около 40 видов крапив. Но наиболее распространены два из них. Это крапива двудомная и крапива вжгучая. У меня в руках сейчас находится как раз крапива двудомная. То растение, которое и в основном используется в медицине. Почему же оно называется двудомным? Все дело в том, что у этого растения женские и мужские цветки развиваются на разных побегах. На одних побегах развиваются только женские цветки, в которых содержатся пестики. И на их месте потом будут формироваться плоды с семенами. А другие побеги несут только мужские цветки. Именно поэтому растение и называется двудомным. Крапива двудомная – это многолетнее травянистое растение. Высота побегов его может достигать полутора метров. Но мы ведь не видим этих побегов зимой или ранней весной. Почему? Да все дело в том, что крапива зимует в виде подземных корневищ. То есть это видоизмененные побеги, которые расположены под слоем почвы. Корневище – это не корень, как многие думают, а это видоизмененный подземный побег. На нем есть маленькие почечки, из которых самой-самой ранней весной, как только стоит снег, начнут пробиваться молодые побеги крапивы. И эти побеги будут красноватого цвета. Это такое особое приспособление весенних растений для того, чтобы получать как можно больше солнечного тепла. Дальше эти побеги будут расти и постепенно достигнут своей высоты. Конечно, крапиву, особенно если вы ее взяли в руки, отличить от другого любого растения очень просто. Конечно, она колючая. Но чисто внешне крапива может быть похожа и на некоторые другие растения. Например, растения семейства яснотковых очень похожи на нашу крапиву. По каким же признакам можно отличить крапиву двудомную? Ну, во-первых, у этого растения достаточно четко выраженный четырехгранный стебель. Если ощупать его руками, то это хорошо заметно. Листья у крапивы простые, но край их достаточно сильно изрезан. И это очень хорошо заметно. Листья имеют супротивное расположение на стебле. То есть они расположены один напротив другого. Цветки крапивы очень мелкие и собраны в свисающие соцветия. Крапива двудомная издавна использовалась как в научной, так и в народной медицине. И во всякие справочники по медицине она входила, начиная уже с 16 века. Ее включали в состав различных мазей, отваров, сборов. И в первую очередь растение это известно как поливитаминное. Листья крапивы двудомной содержат огромное количество витамина С. Примерно в 10 раз больше, чем в зеленом луке. И в 2 раза больше, чем в ягодах черной смородины. Кроме того, здесь содержатся витамины группы В. Это в основном витамины В1 и В2. Листья крапивы содержат очень большое количество каротиноидов. Каротиноидов, то есть провитамина А. Этот провитамин очень важен для детей в период роста, а также для людей, чья работа сопряжена с постоянным напряжением зрения. И еще в этих листьях содержится очень-очень много микроэлементов. В основном это железо, медь, марганец. Железо очень важно для людей, страдающих малокровием, потому что оно увеличивает количество кислорода, переносимого кровью. И благодаря такому высокому содержанию витаминов и микроэлементов одно единственное блюдо из крапивы может обеспечить суточную потребность человека в этих веществах. В листьях крапивы содержится большое количество органических кислот. Самое ценное из них – это пантотеновая кислота. Это вещество, которое способствует заживлению ран. Именно поэтому листья крапивы и накладывают на различные раны для их заживления. Здесь же содержится и большое количество белка. По содержанию белка побеги крапивы сопоставимы с бобовыми растениями. Но самое ценное в них – это то, что они содержат практически все необходимые человеку незаменимые аминокислоты. То есть такие аминокислоты, которые нашим организмом не синтезируются. В побегах крапивы содержатся и фитонциды, то есть летучие вещества, придающие запах. И если размять побег крапивы в пальцах, то этот запах можно легко почувствовать. Побеги крапивы в медицинских целях лучше всего собирать ранней весной, когда на них образуется 6-8 пар листьев. И желательно до того момента, как на них начнут появляться первые соцветия. Именно в этот период побеги содержат максимальное количество полезных веществ. Их обычно используют в виде отваров, настоев, как свежей побеги, так и засушенные. Чаще всего их применяют как средства, ускоряющие процессы свертывания крови. Например, при различных внутренних кровотечениях. А также как средства для заживления ран. Например, сушеные листья крапивы используют, посыпая им различные гнойные язвы, для ускорения их заживления. Кроме того, высокое содержание железа позволяет использовать их при малокровии. Отвары и настои побегов крапивы обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Именно поэтому их часто используют при ангинах для полоскания, а также при различных воспалениях ротовой полости. Ну, например, при парадонтозе. Кроме того, этот отвар способен снижать уровень сахара в крови. Поэтому его рекомендуют людям, больным с сахарным диабетом. Во время долгой зимы испытывает стресс не только весь наш организм, но и в первую очередь наши волосы. На них сказываются и постоянные перепады температур, и сухость воздуха в помещениях. А весной очень хочется выглядеть красиво, и чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими. Для этого можно приобрести какие-нибудь дорогостоящие средства, а можно использовать те средства, которые дарит нам природа. Например, крапива двудомная – это отличное средство для укрепления волос. И сейчас самое подходящее время для того, чтобы воспользоваться этим препаратом. Для этого берут молодые побеги крапивы. Лучше всего, когда на них еще появилось только первые два листочка. Их измельчают. И одну столовую ложку измельченных листьев крапивы заливают стаканом кипятка. Настаивают один час. После чего полученный настой отжимают, и то, что получилось, втирают в корни и кожу головы. После мятья волос вашим обычным шампунем. Смывать это средство не нужно. Применяют его обычно один-два раза в неделю в течение одного-двух месяцев. Я надеюсь, что результат вас приятно удивит. Но только будьте аккуратны девушке со светлыми волосами. Потому что большое содержание хлорофилла в листьях крапивы может окрасить ваши волосы в зеленоватый оттенок. На Руси крапива считалась растением магическим, способным изгонять злых духов. И практически в любой бане обязательно висел крапивный веник. Парились им редко, потому что листва с него очень быстро облетают. Но цель его была совершенно другая. Он не пускал в баню тех самых злых духов. Кроме того, у входа в каждую избу обязательно лежал маленький крапивный коврик. Половичок. Цель его была та же самая. Не пустить в дом злых духов и недобрых людей. А еще побеги крапивы использовались в воспитательных целях. И не для того, чтобы причинить ребенку боль. А считалось, что ребенок, который шкодит, не слушается, в него вселились недобрые какие-то духи. И цель воспитательного процесса была изгнать духов из ребенка. Но не только медицинские качества ценились в крапиве. Крапива является и отличным техническим сырьем. Из проводящих волокон крапивы изготавливали ткани. Из них шились самые прочные паруса. Из крапивы же на Руси делали и одежду, которая по своим свойствам не уступала хлопковой или шелковой ткани. Кроме того, некоторые детали корейского национального костюма до сих пор изготавливаются только из крапивной ткани. Бактерицидные свойства крапивы нашли свое применение не только в медицине. Листьями этого растения оборачивали свежее мясо и потрошенную рыбу, для того, чтобы они дольше не портились. А ситров живыми к царскому столу подставляли тоже благодаря крапиве. Рыбу оборачивали листьями и обкладывали льдом. Благодаря высокому содержанию белка и витаминов, крапива издавна используется как кормовое растение. Им докармливают рогатый скот и кур. Крапивные веники заготавливают летом и высушивают их на чердаках. А потом в течение всей зимы используют как основную пищу для домашних животных. Мне кажется, я рассказала про крапиву все, что можно, но не рассказала самого интересного. Почему же она сжется? Ответ на этот вопрос заключается в этих волосках, которые покрывают стебель и лист растения. Каждый такой волосок является выростом клетки покровной ткани растения крапива. Каждый волосок заканчивается маленьким кремниевым наконечником, который обламывается при любом неосторожном движении. А внутри находится клеточный сок, содержащий муравьиную кислоту. И таким образом, когда мы хватаемся за этот побег, маленький тоненький кремниевый наконечник прокалывает нашу кожу, обламывается и муравьиная кислота попадает в наш организм, вызывая жжение и неприятные ощущения. Субтитры создавал DimaTorzok